Вкусно и комфортно. В деревне Сайгатино с Ургутского района завершили строительство школьной столовой. Собственного помещения, где бы могли обедать дети и сотрудники, в учебном заведении не было 30 лет. О том, как без него раньше приходилось организовывать питание школьников и насколько комфортнее стало сейчас, расскажет Валерия Кудрявцева. Для того, чтобы подкрепиться в перерыве между уроками, ученикам Сайгатинской школы приходилось идти до столовой почти километр. Маршрут лежал через проезжую часть, нерегулируемые переходы и светофор. Дети из начальных классов на обед приходилось сопровождать учителям. Мы ходили через полдеревни в другую столовую, но мы не успевали часто, неудобно было. Однако после завершения строительства новой столовой, теперь все эти неудобства для учеников и сотрудников школы в прошлом. Здание соединено с учебным заведением с помощью теплого перехода. Потому теперь, чтобы пообедать, детям вовсе не придется выходить на улицу. Конечно, мы не ожидали. Мы думали, будет на 50 посадочных мест, то есть примерно в том же объеме. Изначально, когда я услышал, что у нас 100 посадочных мест, мы так даже удивились. Думали, как же так? А тут подошла пандемия. И обратите внимание, что нельзя на полную нагрузку полностью загружать зал обеденный. Поэтому нам это очень даже на руку. То есть у нас разделены потоки. За столами садятся дети по 4 человека и не более. Простор в новой столовой рады и повара. Ведь теперь у них есть место, чтобы разместить все необходимое для готовки оборудования. В старое здание из-за нехватки площади не помещалось и половина той утвари, что есть у сотрудников сейчас. Там же было места мало вообще. А сейчас каждый цех укомплектован полностью. В мясном цехе у нас даже две мясорубки. У нас холодильник. У нас 3-4 раковины. У нас песня «Только работайте». Все у нас есть. Укомплектовано полностью. И то, что заходишь сюда, ну туда пришел, пришел маленькое как-то это. А сюда зашел здесь чисто, бело, высоко. Знаешь, что и картошку прокрутишь, и мясо прокрутишь, и посуду помоешь. Там посуду мыли мы тоже руками. Картошку чистили руками. Сайгатина – единственный населенный пункт муниципалитета, в котором у школы не было собственной столовой. Сейчас, после ее постройки и открытия, можно с уверенностью сказать, что все ученики Сургутского района обедают в учебных заведениях с комфортом. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут-Антерновости, Сайгатина.